Всем привет друзья, с вами я Арсений Кузнецов. Сегодня я расскажу как жарить кофе. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Погнали! Обжарка кофе. Это процесс термической обработки зерен для придания им определенных вкусовых характеристик и свойств. Происходит в обжарочной машине, которая называется ростер и крутится и вертится в барабане, который подогревается газом. Этапы обжарки кофе. Объясняю очень просто. Бункер для зерен. Туда мы загружаем кофе. При наборе определенной температуры открываем заслонку и зеленое зерно попадает в барабан. Крутится и вертится в барабане. Время обжарки обычно составляет от 10 до 15 минут. В зависимости от целей, свойств наших задач, от способа приготовления кофе, для которого мы делаем обжарку. Кофе набирает определенную температуру за определенное время. Происходит выгрузка. Выгрузка происходит в бункер охладитель, кофе перемешивается и охлаждается. Чем быстрее, тем лучше. Обычно это время составляет от 3 до 5 минут. Обжарка это сложный процесс с точки зрения наблюдения. Процессы происходят внутри зерна, происходит стремительно. Уследить за ними практически невозможно. Поэтому основные процессы это карамелизация сахара, испарение влаги и реакция Майяра. Когда жарю кофе на Дитрихе, я оперирую двумя основными параметрами. Скорость воздушного потока, который регулируется при помощи заслонки полностью через барабан обжарочный, полностью через охладитель и 50 на 50 между барабаном и охладителем. Воздушный поток осуществляет передачу энергии зеленым зернам и удаляет продукты горения. Один из вариантов настройки профиля воздуха, это на начальном этапе закрыть воздух. Дальше открыть его на 50 процентов и примерно за 15 градусов до начала крека открыть его полностью, чтобы придать кофе новый мощный импульс для того, чтобы крек был активнее. Один из вариантов профиля, но профиль довольно много. Кто-то устанавливает воздух статично, кто-то делает одну-две регулировки, можно делать три. В общем, каждый сорт кофе требует своего профиля. Вторая важнейшая часть любого профиля обжарки, это модуляция профиля горелки. Мы устанавливаем мощность горелки в начале, в средней части, на финальной части, регулируем ее в течение обжарки для того, чтобы создать нужное нам время и градус выгрузки. Некоторые кофе требуют большего количества энергии в начале и меньшего в конце. Некоторые кофе, наоборот, требуют плавного старта и большей мощности на средней стадии обжарки. Кто-то жарит на 50 процентов весь профиль и выигрывает чемпионат мира. В общем, модуляция профиля горелки это и есть самое главное. Я рекомендую делать 3-4 изменения в течение профиля для того, чтобы этот профиль был повторяемый и стабильный. Чем больше мы делаем изменений в различных местах профиля обжарки, тем сложнее его повторять и тем менее стабильным будет наш результат. Для записи показаний из датчиков я использую софт. Это программа Artisan, бесплатная, которая подключается к обжарочной машине, записывает показания с датчиков воздуха, температуры, мощности воздушного потока. Таким образом, я использую эти данные для анализа при составлении профиля обжарки. Люблю кофе из Эфиопии. Снимаем, как жарим кофе из Эфиопии. Это кофе из Эфиопии регионер Гачиф, Грейт 2, мытой обработки Ищи, обрабатывается на станции мытой обработки Арича. В России это довольно известный кофе от компании СФТ Трейдинг. Мне он очень нравится. Я вообще люблю кофе из Эфиопии. Под фильтр я жарю в среднем от 9 до 10 минут с развитием 15 процентов. Прирост после крека 8-10 градусов в зависимости от сорта кофе. Сегодня мы снимаем первое видео. Можно сказать, нулевое видео про обжарку. Хотелось бы сделать мощный, большой, интересный, многосерийный курс про обжарку. Осветить как следует, чтобы сделать интересный, качественный, познавательный, научно популярный, я бы сказал, серию видео. Я знаю, что мой канал смотрят и профессионалы, и любители кофе. Кто-то просто заваривает кофе дома, кто-то пытается его жарить. Я бы хотел узнать, что вам больше интересно. Технические данные, подход к обжарке, какие-то цифры. Может быть, хотите узнать, как пожарить кофе дома. Может быть, у кого-то есть оборудование. Тигель, может, у кого-то есть волшебный, большой или что-то еще. С ними может кому-то приехать в гости, снять какую-то часть обучающего материала. Это тоже очень интересно. Пишите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был я, Арсений Кузнецов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok